И последнее. Особый кандидат готов включиться в президентскую гонку в США. Пол Женский зовут Люси Лу. И это собака. Что самое удивительное, чиновничий опыт у нее уже есть. О шансах на кресло или будку в Белом доме Жанна Агалакова. Рэббит-Хаш – кружечный городок в штате Кентукки. Всего полторы сотни жителей. Гордится самым старым в стране магазином, работает 200 лет без перерыва, и самой честной и обаятельной городоначальницей, чей портрет в каждом доме. Люси Лу – бордер-колли. 7 лет на посту мэра. Никто в этой должности не продержался здесь дольше. Жители города ценят ее стиль правления. Не страдает демагогией, равнодушна к деньгам, не плетет интриг и, главное, настоящий друг человека. На эту суку можно положиться. С таким девизом Люси Лу решила выдвинуться в президента. Люси Лу объявляет, что досрочно складывает полномочия мэра города Рэббит-Хаш, но не уходит из политики, а будет бороться за кресло в Белом доме. Подержать кандидатку пришел весь город и окрестности. Устроили народное гуляние. Там столько клоунов претендует на главную должность в стране, что пора что-то делать. У Люси хотя бы хватает ума и здоровых инстинктов. Что-то там не так много кандидатов, которых я бы поддержала. А Люси отлично для этого подходит. Своим ближайшим конкурентом Люси Лу считает кандидата по имени Дизнац. Он сейчас уверенно набирает рейтинг и кое-где даже вырвался на третье место, став сенсацией нового политического сезона. В реальной жизни этот кандидат не существует. Дизнац – это не очень пристойное словосочетание из ролика, который стал невероятно популярен в интернете. Его посмотрели 19 миллионов раз. Идея зарегистрировать этот мем в качестве кандидата пришла Брэйди Олфину, 15-летнему школьнику из штата Айова, который очень разочаровался, узнав, что на бумаге президентом США может стать любой американец, а в жизни только республиканец или демократ. У нас, по сути, только две партии. Даже в Канаде премьер-министра выбирают четыре. Подобных кандидатов в этой президентской кампании зарегистрировано уже немало. Чем шире разрастается скандал вокруг интернет-переписки Хиллари Клинтон, чем радикальнее заявление Дональда Трампа, тем больше интереса ко всем остальным. Особенно, если в их предвыборной программе есть здравое зерно. Наш государственный аппарат раздут до невозможного. Мы будем его сокращать. Хватит бюрократию разводить. И мы обещаем, через год от внутреннего долга не останется и следа. Пока большие кандидаты борются за спонсоров, им теперь разрешено иметь неограниченный бюджет, малое завоевывает сердца простых американцев. Люси Лу смотрит на все с оптимизмом, и у нее бойцовский характер. В 2008-м на выборах городского головы Люси Лу легко обошла всех кандидатов, став первым в истории города мэром женского пола. Против нее выставлялись девять собак, кот, осел, опоссум и даже один человек, который, кстати, набрал меньше всех голосов. Теперь она позирует для своего первого агитационного плаката в президентской гонке и начинает сбор средств на предвыборную кампанию. Если не выиграет, то, по крайней мере, починит хорошие уместные достопримечательности.